Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем готовить испанскую тортилью. Это очень вкусное и калорийное блюдо. Готовится из яиц и картофеля. Испанцы обожают свою тортилью. Они едят круглосуточно на завтрак, обед и ужин. Так что всем советую попробовать приготовить это испанское блюдо. Так, начинаем готовить. Обязательное условие хорошей готовки, приготовления блюда, это открытие бутылки вина. Вина, в данном случае красное сухое. Вот, открыли. И теперь успех приготовления блюда гарантирован. По бокалу вина. Здесь у нас уже есть такие вкусные котлеточки куриные. И будем готовить испанскую тортилью. И главный шеф-повар, моя любимая подруга Рамиля. Для приготовления испанской тортильи нам понадобится 7 небольших картошин, луковица, 7 яиц, соль и подсолнечное масло. Нарезаем вот такими квадратиками картошку в произвольной форме. Мелко нарезаем. Измельчаем картофель. Затем мелко нарезаем 1 луковицу. Теперь вбиваем яйца в кастрюлю из расчета 1 яйцо на 1 картошку. В нашем случае 7 картошек, значит 7 яиц. Также можно приготовить на любое количество картошек. На 2, 3, 4, 5. В яйца добавляем немного соли и затем все хорошенько надо перемешать венчиком. Картошку будем жарить как картошку фри. Предварительно разогрев на сковороде подсолнечное масло. Отдельно на другой сковороде обжариваем лук. Жарим наш картофель до золотистой корочки. Перекладываем готовый картофель на тарелку и даем ему остыть. Также даем остыть немного луку и затем соединяем со взбитыми яйцами и добавляем наш остывший картофель. И все хорошенько перемешиваем до однородности нашей массы. Теперь для смазки сковороды кладем немного сливочного масла. И аккуратно выкладываем нашу полученную массу на сковороду. И всю массу равномерно распределяем лопаткой по сковороде. И жарим минут 5 все на небольшом огне до приготовления яиц. Сейчас аккуратно подковыриваем лопаткой края нашей торты для того, чтобы перевернуть ее на другую сторону. Для этого будем использовать тарелку. Накрываем сковородку сверху тарелкой и аккуратно переворачиваем на другую сторону нашу тортылью. И обжариваем еще пару минут с обратной стороны. Вот такая вкусная аппетитная тортыль у нас получилась. Всем желаю приятного аппетита и рекомендую попробовать это испанское национальное блюдо.